Всем привет! Сегодня я хочу рассказать про терротрон МТХ-90. Это газоразрядный прибор с сеточным управлением. Терротрон МТХ-90 использовался в устройствах автоматики и телемеханики, в различных счетных устройствах, измерительной, связной и другой аппаратуре для преобразования электрических сигналов. Может применяться в качестве ионного реле и фотореле, в сенсорных устройствах и индикаторах радиоактивности. Терротрон имеет три вывода. Это катод, анод и сетка. Нумерация выводов идет от индикатора на колбе. Это серая точка. Внутри колбы находится газ-неон под давлением. Если по каким-то причинам индикатор на колбе отсутствует, определить контакты можно очень просто. Нужно внимательно посмотреть внутрь колбы и определить контакт, который приходит на этот внешний серый цилиндр. Это будет катод. Дальше по порядку анод и сетка. Завалялось у меня некоторое количество этих терротронов. Обычно я их использую в качестве индикатора ВЧ-поля при настройке качеров и трансформаторов Тесла. Никогда не включал через управляющие контакты и не видел, как они работают. Нашел в интернете несколько схем включения. Проверил первые две попавшиеся. Работа не понравилась, потому что в схеме используются только резисторы. А питание подается напрямую от сети 220 В. Естественно, частота 50 Гц дает о себе знать. И при работе терротрона внутри колбы идет периодическое мерцание с частотой сети. В общем, порывшись, нашел еще одну схему. Она здесь собрана. В этой схеме использован один выпрямительный диод 1N4007. Конденсатор 400 В, 1 мкФ. Два резистора по 75 кВт включены параллельно. Конденсатор 0,1 мкФ. И вот здесь можно использовать любой маломощный резистор от 500 до 600 кВт. Эти три провода приходят на терротрон. В этой схеме использовано высокое напряжение. Поэтому при работе с данной схемой нужно максимально соблюдать технику безопасности. Терротрон включен в режиме неоновой лампочки. И сейчас предлагаю посмотреть, как эта схема работает. Как видим, при включении терротрон мгновенно загорается. Дает приятный насыщенный оранжевый свет. И никакие светодиоды с таким свечением просто-напросто не могут сравниться. На камеру может быть не так, но вживую смотрится очень круто. Такие индикаторы можно встраивать в различные блоки питания. Для индикации работы дополнительно можно обернуть колбу фольгой. Либо одеть термоусадочную трубку и встроить в корпус, где это необходимо. АПЛОДИСМЕНТЫ Если бы這些 Vorteфевogen Muslims смотрите, как видите смеальный дюйм. На сегодня все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и всем удачи!